Чрезвычайная ситуация сложилась в школьницком поселении, где вода пошла не только во дворы, но и в дома селян. О последствиях природной стихии в материале нашего корреспондента. Утром 5 июня стало понятно, что в результате проливных дождей угроза подтопления нависла над селом Школьным. Уровень воды в русле реки Псенафа резко поднялся до критической отметки. Мост в селе Школьном в направлении хутора Лантратова не мог справиться с толщей воды, и она пошла через край дороги. На территории школьницкого сельского поселения был введен режим чрезвычайной ситуации. Были все предприняты меры по ликвидации паводка. Было принято решение раскопать дорогу, чтобы отвезти воду от населенного пункта села Школьного. Когда вода подошла слишком близко к электроподстанции, было принято решение отключить ее, чтобы избежать несчастных случаев. Для отведения воды была привлечена техника, которая прокладывала отводные каналы. Но жители села до сих пор не могут оправиться от шока. Всего в Школьном пострадало 28 дворов, но еще больше огородов. Вода до сих пор стоит на подворье у инвалида Антонины Андреевны Шевцовой. «Мы утром, я смотрю, коров прогнали, и сюда опять коров идут, люди идут и идут и идут. Мы с соседкой вышли. В чем дело? Нет, я вышла, тогда ей кричу, в чем дело? А там уже видно было, что люди. Ну стоим же, говорит, вода пошла. Ну вода пошла. Стоим. Я глянула, говорю, девчата, вот уже вода у меня за двором. Вот она уже пришла. Она не шла прямо, гудела и шла, как вот, знаете, волнами. Что я могу сделать, инвалид?» В таком положении оказались многие на улице Кубанской. «Буквально за полчаса заполонило все, абсолютно все. Котел в воде стоял, газовый. В ванной через септик тоже вода вся пошла вверх. Огород весь был под водой. Все, что в огороде посажено, все. Вот дом был весь в воде. То, что они вчера-мчера сделали, вот это, насыпали дамбы, все это рыли. Если бы они все это сделали в пятницу, этого бы не произошло». «Мероприятия проводились оперативно. И до конца суток, до вечера уже была вода отведена от села. Было восстановлено движение, соединяющее с хутором Лантратовым. Дорога была установлена, водопропускная труба. И уже сообщение, мост был восстановлен. В результате паводка он размыт был. И восстановили движение с хутором Лантратовым, Капустинным и Бережным, и Черниговским. В настоящее время администрация проводит подворовый обход всех домовладений. Делаем акты обследований. Переписываем, кто как пострадал. Будем потом подведить итоги. И по возможности оказывать людям помощь». Пенсионеры «Манник» от души благодарят всех, кто отводил воду от их двора. Они с тревогой наблюдали, как с утра до позднего вечера работали не только спасатели и электрики, но и сотрудники местной администрации. Анелия Ивановна больше всего радуется, что уцелели ее цветы. «Хочется поблагодарить наши предприятия, которые расположены на территории поселения. Это ОНИКС, ДПМК, Архиповский карьер, Сигма, ОАО «Белагра», также администрацию Белореченского района, которые оказали серьезную помощь в ликвидации этой ЧАЭС. Решения принимались быстро, чтобы поскорее ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации». Работы по расчистке каналов и отводу воды из огорода в Школьненском сельском поселении продолжаются. Но синоптики прогнозируют и в дальнейшем проливные дожди. Поэтому нужно быть готовыми к любым ситуациям.